Всем доброго времени суток, друзья! Пропало немножечко, но я предупреждала об этом. Все равно соскучилась, решила появиться. Давно не читала ваших комментариев, давно вас не слышала, не видела. И сегодня решила не очень длинный расклад сделать, но тем не менее выделила для этого время все о вражине. Кидается ли бумерангами, пытается ли сделать откат ваш оппонент, что вообще к вам ощущает, что там происходит. То есть вот эти вот планы, стороны, которая настроена против вас, мы их сегодня и будем изучать. Мы будем смотреть, что там в голове, на сердце у врага, и какие есть замыслы, умыслы. Естественно, у карт попросим для вас предостережение и совет в той ситуации, которая сложилась в вашей жизни. Здесь мы будем рассматривать и магический аспект, и бытовой аспект. То есть, естественно, для тех, кто может говорить о том, что ой, да мы просто воюем на уровне поругаться и все, и никакой магии нет, тогда для вас магический. Аспект здесь не актуален, тогда просто бытовой момент, бытовую часть расклада слушаете. А если магия тоже актуальна, то уж, естественно, и ее тоже вы можете посмотреть. Причем иногда магией является, вернее, даже не столько магия идет, сколько просто энергетическое воздействие человека. Может быть, это какие-то пожелания, может быть, это какие-то проклятия, которые не ритуально ставятся на человека, а просто, да, вот, допустим, человек метет своим языком непонятно что, говорит какие-то вещи, и, может быть, враг отзывается каким-то образом о вас или желает что-то, и из-за этого тоже может что-то не ладиться в жизни, то есть, соответственно, может быть, стоит почиститься, или какие-то там моменты защитного характера предусмотреть, или не попадаться друг другу на глаза какое-то время, тоже как, конечно, не панацея, но один из выходов в этой ситуации. У нас сегодня две колоды и замечательная эпическая, вторая наша любимая колода Суслик. Мы сделаем следующим образом. Магическую составляющую, магическую часть того, что может делать ваш адрес оппонент, мы посмотрим по вариантам, остальное будем уже у Суслика доспрашивать. Давайте посмотрим следующим образом. Сделаем четыре варианта. Итак, есть ли со стороны врага действия магического характера и бытовые действия врага уже затем мы посмотрим с вами дальше в процессе выкладки каждого из вариантов. Опять же могу сказать, что бумеранг и откат – это те вещи, которых вам вообще не стоит бояться, если вы никаких ритуалов в сторону врага не предпринимали. Но это не значит, что враг их не делает. То есть может быть такая ситуация, когда человек думает, что вы на него, например, колдуете. Берет, начинает кидать откаты, которые вам абсолютно при этом не повредят. Что касается отката, есть видео в плейлисте «Говорилки» в пункте 5, ссылка на этот плейлист. Я там очень подробно вообще объясняю, что такое откат, когда он делается, делается ли он в принципе, или это просто какая-то порша. То есть вот что такое откат, очень подробно объясняю. Я постараюсь в конечных заставках где-нибудь вот здесь, вот на экранчике, это уже в конце видеоролика, разместить подобного рода ссылочку. Ну, а мы с вами давайте посмотрим, что дальше. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, давайте посмотрим. Ну, вы знаете, вот здесь по данной карте мы будем сейчас уточнять немножечко, сейчас немножко разберу этот вопрос, что конкретно делает враг. Здесь нужны в плане магии два дополнительных аркана. Вот смотрите, загадывайте для себя дополнительный первый или дополнительный второй, для того, чтобы по каждой ситуации пояснить. Потому что эта карта, она в магическом смысле, в магическом аспекте имеет достаточно много вариантов и читается только в комплексе с другими арканами. Для тех, кто дополнительный первый загадал, давайте посмотрим. Ну, вы знаете, здесь, скорее всего, враг пытается поставить защиту на себя, на свое животное или на ребенка. И пытается именно не столько нападать, сколько реально защищаться. Может чувствовать вашу силу, поэтому старается от вас себя обезопасить. И тех, кто маленький, и тех, кто слабее, чем он. То есть здесь реально установка даже больше защиты на детей или животных ложится. Для тех, кто выбрал второй дополнительный вариант, здесь, ну, вы знаете, здесь карта ложится, которая говорит о том, что в ленивом таком варианте человек может кидать откаты, но если вы делали, вернее, ничего не делали в виде порчи в адресе этого человека, то ничего вам и не прилетит. То есть эти откаты, которые человек отправляет, посылает в данном случае, они вообще не имеют никакой силы. Других каких-то очень таких вот вещей тщательных, которые бы делал этот человек, здесь не видим. Он пытается помочь себе. То есть здесь больше, знаете, больше защита, чем нападение. Может быть, это временное явление, но пока что вот последние пару-тройку недель и ближайшие пару-тройку недель все в таком ключе может двигаться. Давайте посмотрим отношения человека, отношения врага к вам на сегодняшний момент. Ну, вы знаете, сейчас вообще у человека есть ощущение, что вы эмоционально, морально, энергетически его или ее победили. Может, не то, чтобы лапки сложить, не то, чтобы крылышки как-то вот, да, совсем поникли. Но на сегодняшний день человек понимает и чувствует, что вы энергетически сильнее и что может быть ваша позиция в целом по той ситуации, в которой вы оказались, тоже сильнее. Поэтому пока что человек решил просто заняться работой, может быть, работами, в том числе магическими, по установке защит на себя и так далее, то, что уже было сказано. Но ваш адрес, вот знаете как, такое ощущение, что человек просто решает какие-то рабочие моменты. явного какого-то нападения, явных планов, явных таких вот подкопов под вас, под ваш величественный трон здесь не наблюдается. И более того, здесь можно опять же сказать, что человек больше обеспокоен сейчас благополучием своей семьи. То есть может быть, что-то с детьми и животными творится, может быть, что-то с членами семьи не то происходит. Поэтому внимание сейчас сфокусировано именно в данном направлении. Давайте перспективку на месяц посмотрим. Но вы знаете, здесь человек реально может заниматься своей семьей, может заниматься в том числе вопросами, которые, если сейчас больше к младшим внимание требуется кому-то, то в течение месяца вектор внимания этого человека может сместиться на тех, кто старше, на пожилых людей, родственников, на свое окружение, которое старше. Пока не видно, чтобы что-то планировал. То есть видите, начнут просыпаться дурные мыслишки, они будут, может быть, попытаются подкалывать, может попытаются поругаться, но пока до магического какого-то аспекта действия здесь не доходит. Давайте вам на ближайший месяц предостережение и совет. Ну, вот здесь очень хороший совет, который говорит о том, что спешка нужна при ловле блох и при поносе. В данном случае, если ни того, ни другого обстоятельства у вас не наблюдается, то спешить особенно не надо. Наоборот, карты говорят о том, что не столько надо бежать вперед, сколько посмотреть назад. На то, с чего все началось и там вы найдете ответ. Может быть, вернуть ситуацию на какой-то этап, на котором все было поправимо еще. И вообще, вы можете даже, если вам это выгодно, сказать, что послушай, все в прошлом, все уже закончилось и попытаться даже самому воспринимать эту ситуацию как уже завершенную, как уже законченную. То есть можно сказать, ну, все, что могло случиться, уже случилось. Теперь живем дальше и начинаем какую-то другую графу. Но в целом, если вы дадите дезинформацию вашему противнику, особенно если вы состоите в любовном треугольнике, это может вызвать переживание вашего врага и ссору его с третьими лицами, которая, скорее всего, вас особенно не затронет. Вот такая композиция. Интересный получился расклад. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте посмотрим. Ну, знаете, здесь у вас больше противник, соперник, враг, там, кого вы загадали, это уже не важно. Любой оппонент больше занят собственным домом. Если вы загадали женщину беременную, например, то она вынашиванием беременности занимается больше, чем какими-то там планами по завоеванию мира. И здесь ощущение такое, что человек больше сконцентрировался на внутреннем, чем на внешнем. И человек пытается удержать силы, накопить силы, вместо того, чтобы их как-то транслировать наружу. Более того, может попытаться мириться даже человек. И человек может все сейчас, что происходит, попытаться воспринять как воздействие судьбы. Пока что магического воздействия за последние пару недель на ближайшие пару недель здесь не предвидится. Давайте посмотрим отношение человека к вам, отношение оппонента или того, кого вы загадали. А вы знаете, такая странная позиция, которая говорит о том, что в большом количестве случаев, вот у многих, кто загадал эту позицию, может человек вообще даже понимая, что не прав, прийти к вам и просить помощи у вас. Вот такая странная, да, очень позиция, странный подход. Называется, да, мы особо-то друг друга недолюбливаем, может быть, у нас есть какие-то разногласия, но когда мне будет нужна помощь, я приду к тебе. Вот такой момент может быть. Там скажет, Маринка, ну помоги, ну чего ты уже, там, ну как-то давай людьми будем. То есть здесь человек не то, чтобы будет мириться, здесь дух противодействия достаточно жесткий. То есть сказать, что человек все принял, со всем согласился, что человек абсолютно, да, вот пытается с вами примириться и жить мирно, долго и счастливо, мы не можем сказать вот этих вещей. Есть дух противоречия, есть попытка постоянно сказать, не так сидишь, не так свистишь, не то сказал, не туда посмотрел и прочее. Это может отображаться, то есть эмоционально человек не спокоен, но человек больше сконцентрирован на себе и даже может просить у вас помочь ему и вы можете сказать, ну вообще наглость, второе счастье. Называется, ты сама там допустим затеяла эту свару, а теперь ты еще и у меня просишь помощи для того, чтобы все это преодолеть. Либо надеяться просто на то, что вы как минимум не будете мешать. Пока что может не так часто появляться, может сбавить обороты, может если у кого-то есть любовные треугольники, быть какое-то затишье, после некоторой резкой перемены. То есть всплывет что-то из прошлого и любовный треугольник может встать на паузу на какое-то время и может быть это даже будет вам на пользу. Давайте перспективы на месяц этой ситуации посмотрим. Ну вы знаете, фигура здесь, фигура там. Придется вам балансировать, то есть от человека в принципе очень явно вы не избавитесь сейчас, но вам игры разума потренируют мозг весьма и весьма. То есть вас осенит, озарит какая-то такая классная жесткая идея по поводу мести, по поводу того, чтобы человека поставить на место, если он был неправ. Вот здесь позиция очень даже неплохая. И сразу тех, кто будет развешивать слюни, там говорит, я никогда не мщу, я никогда ничего не скажу, вот ударили по левой щеке, подставляю правую. Друзья, личное дело каждого, как поступать, никто никого ни к чему не призывает. Но карты говорят о том, что может быть ситуация вас поставит в то положение, когда вы должны будете как-то вот отбрыкнуться, как-то резко отпеть, отшить человека. Может быть это, и вы вот, может быть, даже проявитесь здесь. Если вы планировали делать откаты, то в ближайшие два месяца это можно делать, это благоприятное время. Ну и давайте посмотрим. Да, ну их надо делать с откупами, их нужно делать в те работы, за которые из вас потом не возьмут здоровьем. То есть надо делать безопасно, если сами не знаете как, то надо обращаться в данном случае к практику. Что-то я подустала уже за эту неделю, конечно, очень трудно сконцентрироваться сейчас на раскладе, но я стараюсь. Давайте посмотрим. Предостережение вам и совет. Вот знаете, из области эта песня хороша, начиная с начала, не надо постоянно циклически делать одно и то же. То есть постоянно делать одно и то же и надеяться на то, что будет какой-то другой результат, смысла никакого нет. И более того, даже те схемы, которые раньше работали у вас во взаимоотношениях с этим человеком, они могут перестать сейчас работать и вы это заметите к своему удивлению. Карты рекомендуют быть мягче и обратить внимание на детей, на питомцев, на тех, кто рядом с вами, на младших, которым нужна ваша помощь и поддержка. И говорят о том, что даже если вы относитесь ко всему происходящему с юмором, то все равно пожалуйста, вот здесь вот не давайте себя обманывать. То есть здесь из области делать что должно и будет что будет, но при этом нужно оставаться человеком. Нужно всегда делать так, чтобы вас видели человеческие качества. Не просто какого-то робота-вертера, не какую-то машину, а чтобы дети не забывали о том, что у них есть мама, чтобы там допустим вы не забывали о том, что нужно уделить внимание детям или братьям нашим, меньшим питомцам нашим. То есть вот такие вот вещи здесь достаточно четко ложатся. То есть пока человек занимается там своими делами вражина, вы займитесь своими. Это будет гораздо лучше, чем продолжать в одностороннем порядке пляски с бубном. Давайте посмотрим следующую позицию для тех, кто выбрал позицию номер раз. Ну, здесь такое ощущение, что у вас оппонент вымотан. Вот такое ощущение, что знаете, делала-делала-делала, все дела, которые планировала, сделала, да не переделала. И вот такое ощущение, что у врага здесь может быть эмоциональное истощение просто. Я не вижу, чтобы это были какие-то ритуалы. Нет, здесь абсолютно, вот знаете, даже может быть на откуп судьбе, как бы человек отдает все, и враг даже может сказать там, ой, там, что бы она ни сделала, пусть Бог накажет. Вот как-то так уже может просто пустить на самотек и сказать подобного рода слова. называется «Я так устала, что лучше пусть высшие силы накажут тех, кто виноват, я устала в этом разбираться» или «Я устал там в этом разбираться». И вот здесь вот скорее такая ситуация, когда человек пытается найти баланс энергетический, но у него это слабо пока что получается. Есть ослабленность, такое ощущение, что ему нужна помощь, ему нужно накопить силы. Более того, человеку вообще нельзя сейчас по этой позиции заниматься какой-то магией, особенно деструктивного характера, потому что он еще не заплатил за прошлое, называется «Вы еще за прошлое не отсидели, а уже творите нынешнее». Поэтому здесь такая ситуация, когда человеку лучше сейчас расплатиться за то, чтобы уже было и копить силы для того, чтобы что-то делать дальше. Потому что сейчас ни сил нет, ни желания, по всей видимости, и нет четкой определенности, когда человек понимает, что он еще где-то что-то должен. Вот может быть энергетические долги, может быть в прямом смысле слова это задолженность финансового характера, такое тоже может быть. Давайте посмотрим, что думает о вас. Ну, вы знаете, здесь может быть у кого-то очень остро стоит финансовый вопрос, и каждый хочет покрасоваться. И несмотря на то, что сил маловато в целом у человека сейчас для того, чтобы как-то разбираться с вами, и все эти разборки чинить, и пытаться выяснить, кто прав, кто виноват, но человек может думать о том, а насколько правильно вы ему отвечаете, а насколько заслужил он то, что вы сейчас делаете в его адрес. Но в целом можем сказать, что человека больше всего сейчас интересуют деньги, собственные накопления, и красивый какой-то для него выход из ситуации. Человеку не все равно, как он выглядит. Но сил пока приободриться, вздребезнуться, да, и распустить павлиний хвост практически нет. Можно попытаться сейчас уйти красиво из этой ситуации, уйти в работу и найти какое-то финансовое равновесие. То есть, когда человек поймет, что в финансовом плане он ничего не может предпринять, ничего не может сделать, скажет, Алиса, слушай, я ухожу, у меня какие-то другие дела, я тебе доверяю. Причем не значит, что человек реально вам может доверять, это просто значит, что он никак не может проверить, поэтому он делает вид, что, собственно, ну вот, доверяю, доверяю. Хорошая мина при плохой игре. Называется красиво, срулитесь с ситуацией, пока, ну, не обвинили в бессилии в каком-то. Может, кстати, в ближайшие пару недель измениться ситуация, то есть, здесь ситуация у вас будет меняться чуть-чуть быстрее, чем в течение месяца, и человек вдруг резко может, ощутив прилив сил, если он подкопит энергии, начать вас в чем-то обвинять, начать обсуждать, осуждать, и это будет достаточно явно выражено. Причем, о себе будет говорить, нет, ну, про Олю я буду говорить, но сам-то я это другое, нет, 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 у меня совсем другая ситуация, вот тут двойные стандарты могут быть применены, очень даже запросто, и от вас потребуется, уже когда человек активизируется, некое решение. Давайте вам предостережение и совет. Если есть возможность не работать с этим человеком, не делать какие-то дела, совместно, может быть, да, вот как-то руками даже что-то вместе не делать, лучше этого не делать пока что, то есть, если можно ремонт какой-то отложить на ближайшую пятилетку, а может быть, на три пятилетки, то лучше в данном случае отложить. Если нет уже возможности отложить, то тогда хотя бы поэкономите свое время, нервы и деньги, потому что чем больше вы ресурса сейчас сюда отдадите, тем лучше будет этому человеку, тем больше вы потеряете. Это не та ситуация, в которой вообще вам надо на этого индивида тратить какой бы то ни было свой ресурс. Если есть возможность перестать общаться или заблокировать, то есть, может быть, это назойливая какая-то дамочка, которая вас отдалевает в соцсетях и так далее, или какой-то, ну я не знаю, человек с работой, с которым вы можете общаться, а можете не общаться, тогда лучше не общаться с этим человеком. Но если кто-то свои, снизить общение до минимума, то есть, попробовать соприкасаться по делу и не бежать с душой на распашку, не отдавать свое. Попытайтесь сохранить то, что принадлежит вам. Не надо сейчас аттракционы невиданной щедрости устраивать, потому что вам это сейчас на пользу особо не пойдет. И это надо понимать. Для тех, кто выбрал позицию номер, номер КЭП очевидность, первое, второе, третье, компот, а вот здесь как раз-таки та самая коварная позиция, которая говорит о том, что человек может производить ваш адрес сейчас действием магического характера. И эти действия делаются не самим на коленке, а скорее всего через профессионала. То есть, здесь может быть работа в тандеме с практиком, либо вы могли загадывать практика, но сильного практика в общих раскладах не просмотришь. И в обычных личных не всегда можно просмотреть. Но вот тем не менее, да, без специальных оговоров, я забыла здесь, уточнить. В общих раскладах все равно оговоры не оговоры, а вот в личных, по крайней мере, нужно делать этот расклад правильно для того, чтобы увидеть. Здесь интересная получается позиция. У кого-то, вплоть до того, что могут делать порчу на смерть. То есть, есть неадекваты, которые и кладбищенские ритуалы здесь готовы замутить, и кладбищенские защиты устанавливают. И здесь есть такая ситуация, когда могут пытаться вернуть человека обратно через кладбищенские ритуалы и магию. Давайте здесь сделаем дополнительные вещи. Давайте так, вытащим дополнительную карту. Для тех, у кого любовный треугольник, давайте так, потому что здесь может быть любовная магия в том числе, и для тех, у кого не касается любовного треугольника ситуация, просто дополнительно, чтобы уточнить, какого рода именно ритуалы могут быть. Естественно, это расклад общий, так подробно, как в индивидуальной диагностике, никогда в общем раскладе просмотреть не получится, потому что информация на многотысячную аудиторию. Ну, здесь вот у кого любовный треугольник, это и привязки, и привороты на крови, и кладбищенские различные, типа 40 городов, привороты. Все, что можно через букву «Ж» сделать здесь, тем более с большими деньгами, с дорогими работами, все здесь делается. Плюс здесь и кладбищенская водичка может присутствовать. Здесь привязки, привороты, утрамбовка такая в сеть, да, вот такое ощущение, что человека загоняют в сетку, из которой он, может быть, потом с большим трудом будет выбираться. Вот эти вещи здесь все отражаются по данной позиции. И для тех, у кого нет любовных треугольников, ну, у кого нет любовных треугольников, здесь могут бросаться бумеранги, здесь могут идти, вернее, бумеранги, это не совсем то, что делается через ритуал, через ритуал делаются откаты. То есть здесь вот ритуалы откатов, причем, если вы человеку порчу не делали, то вам бояться и нечего в этом случае. Но если вы делали порчу, то знаете, что вам может прилететь сейчас откатик. Такое может быть. Давайте посмотрим, что вражина о вас думает, соображает, какие планы. Ощущение такое, знаете, вообще для человека это, видимо, какая-то очень серьезная жизненная ситуация. Видимо, либо вы когда-то насолили, может быть, просто своим существованием на земле, потому что, может, если вы ничего и не делали человеку, то вы считаете, что ни за что вас не любить. Однако это не так. Очень часто бывает, что мы ничего и не делаем человеку, но почему-то возникает некая сугубо вот такая субъективная неприязнь, от которой человек в наш адрес избавиться не может. Бывают такие люди, у которых чуть-чуть сдвиг по фазе, здесь может быть подобного рода человек. Для него то, что происходит с вами, то, что в вашей жизни это крайне интересно. Человек может лезть без мыла в эту жизнь, выяснять что-то про вас постоянно, просить какой-то помощи, даже третьих лиц для того, чтобы рассказали что-то о вас. Более того, не удивляйтесь, если этот человек даже придет к вам и что-то попросит, попросит помощи или попросит в долг у вас, например, или попросит подождать с возвратом своего долга. Но здесь вы можете в ближайшие пару-тройку недель узнать о человеке или услышать о нем какие-то моменты. Может распространять о себе ложную информацию, что он бедненький, вот прям совсем плох, и с деньгами-то у него нехорошо, и никак он не может дождаться результата из того, что делает. То есть здесь можно увидеть нытика-хлюпика какого-то. Однако, очень злобного внутри. Налицо ужасное и доброе внутри, а здесь наоборот. Обратная корреляция. Давайте посмотрим. Но здесь человек, да, здесь как бы ни было, человек пытается проводить деструктивные работы и очень хочется, чтобы работы были и были мощные, и человек все для этого делает. Также могут умудриться для тех, кто и в любовном треугольнике, и без пытаться делать рассорки. Человек готов действовать и не просто готов, он уже действует на ближайший месяц перспективы. Ну вот особенно для тех, кто в любовных треугольниках, любовные привязки, завязки, остуды, ритуалы, все вот в этой части будет активно продвигаться. Работы будут. Работы будут. Ну и плюс в бытовом плане здесь осуждение, обсуждение и выдвижение ультиматумов под коверные войны. У кого, например, на работе есть недоброжелатель, будет ходить, стучать начальству, будет коллектив подбивать для того, чтобы к вам относились не так, как вам хотелось бы. Будет такой момент не очень хороший. Да, тайные действия, тайные действия, особенно, ну вот здесь вот прямо, знаете, магия очень сильно развита по этому варианту, поэтому если вы говорите о том, что да нет, не колдует вообще человек, вот здесь вы можете ошибаться, потому что здесь вы можете просто не видеть, да, и под таким вот ликом девочки-ромашечки может скрываться, ну просто какая-то змеюка такая весьма-весьма злобная. Давайте предостережение и совет. Не старайтесь тягаться с человеком в финансовой сфере, то есть если вы понимаете, что человек пошел делать какие-то ритуалы, дорогие ритуалы в том числе, или если человек в быту пытается как-то преодолеть ваше сопротивление и вообще победить вас через деньги, через финансы, вот этим способом отвечать человеку не надо, потому что здесь это, ну либо вы не можете победить финансово этого человека, потому что разные весовые категории в данном аспекте, либо если вы и можете, то это все будет потрачено зря, то есть вы и сами потеряете и пользы особо никакой от этих трат в данном случае не будет. Ну а карты говорят о том, что действовать четко с холодной головой надо, то есть не просто заверещать, а как она могла бессовестная, как она сделала, я этой Зинке пойду тоже сейчас все сделаю. Нет, здесь не так нужно делать, здесь нужно очень четко все взвесить, где-то на неделю уйти вообще с радаров в адрес этого человека, то есть по минимуму выдавать информацию о себе и только потом, когда вы все взвесите, все обсудите, может быть с подружкой проконсультируетесь какой-то, может быть в это время вы помиритесь с человеком, который в ссоре, и вот потом вы уже решите либо копить силы для того, чтобы нападать, либо выйти из этой ситуации, оставив человека бороться самого с собой. Но в целом здесь очень серьезные ритуалы, поэтому если говорить о магической части, конечно, просто пойти там свечку в церкви поставить далеко не поможет. Здесь только на магию ответ магии и поиск специалиста, то есть сперва прийти в себя, сперва охладить голову и обращаться к специалисту для того, чтобы обнулить вот то, что происходит между вами. Опять же могу сказать сразу, потому что бывает, что люди пишут, вот вы тут себя рекламируете, я никогда не говорю о том, что нужно идти всем ко мне. Я говорю о том, что вы можете всегда выбирать того специалиста, которому вы доверяете. Может быть у вас какая-то бабушка есть, которая там водичку начитывает там, да, в соседнем доме. Может быть есть какие-то другие моменты. Может быть вы доверяете какому-то другому практику. Вы вправе выбирать того, кому вы хотите идти. И если человек, когда вы пришли к нему, начинает вас сразу убеждать в том, что не это только я смогу сделать, никто больше не сможет, то нужно сразу текать и бежать. Но я вам скажу еще, я повторяла это еще раз скажу, потому что есть новые зрители, которых не было, которые не слышали этого. Есть те зрители, которые могли забыть просто этот момент. Я могу сказать сразу, что если вам при вот таких обстоятельствах, при этом варианте, если ваша интуиция сработала правильно и вы выбрали свой вариант, потому что в общем раскладе исключительно от интуиции зрителя зависит то, насколько будет правильно выбран вариант им, то здесь опять же, если вы придете и вам скажут, давай мы на тебя защиту поставим и все будет хорошо. Имейте в виду, что когда на вас порча, вы сверху поставили защиту, начинает вас эта порча жрать под этой защитой еще сильнее. Ни в коем случае на порченого человека защиту ставить нельзя. Поэтому если вы пошли и вы понимаете, что на вас порча и вам тут же предлагают поставить защиту, это неадекватное поведение практика и это 100% показатель, при котором нужно просто бежать так, чтобы сверкали пятки. И я надеюсь, что эта подсказка спасет не только чью-то энергетику, но порою и жизнь. Потому что бывает, что люди под порчей просто угасают за какое-то время, причем человек сам не понимает, что с ним происходит. Ну вот просто слабость или просто случаются постоянно какие-то странные вещи, постоянно случается что-то негативное, кто-то болеет, кто-то падает откуда-то, кто-то попадает в аварии и так далее. Бывает все. Этот вариант серьезный. Здесь однозначно вариант, в котором присутствует магия, поэтому если вы в магию не верите, то я не знаю, что вы делаете на мантикомагическом канале тогда и что вы смотрите в таро, потому что разные бывают люди. Я думаю, что все, кто в адеквате, прекрасно поймут, о чем я говорю и не будут, естественно, принимать на свой счет, потому что сейчас добавилось очень много новых людей на канале и они пока что еще, вы знаете, как они пришли и не совсем осмотрелись, то есть они пока не совсем поняли, куда они попали. Я надеюсь, что адекватные люди останутся, ну а те, кто неадекватно, они вылетят с помощью волшебного пенделя очень-очень быстро. Да, здесь вот еще раз указывает даже такая вот вспомогательная карта на то, что работы проводились и будут проводиться далее по этому варианту. Поэтому если вы чувствуете, что вас интуиция не обманула, то тогда только индивидуальные диагностики и дальше уже индивидуальный подход к тому, что будет происходить дальше. Причем там, где вы доверяете, там, где вы хотите получить эти ответы. Если вы хотите получить индивидуальную консультацию по любую теме, тема отношений, диагностики магического негатива, здоровья, толкования снов и так далее, то в пункте 3 прикрепленного комментария ссылочка на видео, в котором очень подробно, с уважением к вам, описывается, как вы можете обратиться и в какой форме вы получите ответ на поставленные вами вопросы. Но и всем, конечно, на адекватные комментарии я с большим удовольствием поставлю сердечки защиты, которые будут вас охранять в тот день, в который вы писали этот комментарий. Я всем желаю удачи, благополучия, до встречи, до свидания.